В одном городе жил купец с купчихою, и был у них сын, не по годам смышлён, по имени Василий. Раз обедали они втроём, а над столом висел в клетке соловей, и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил. Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне вправду, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, Кажись, при жизни бы отдал ему половину имения, да и по смерти оказал бы много добра. А мальчик, ему было тогда лет шесть, взглянул на отца с матерью пристально и сказал «Я знаю, что соловей поёт, да сказать боюсь. Говори без утайки, пристали к нему отец с матерью». И Вася со слезами вымолвил «Соловей предвещает, что придёт пора-время, будете вы мне служить. Отец станет воду подавать, а мать полотенце держать». Слова эти больно огорчили купца с купчихою. Решились они сбыть своё детище. Построили небольшую лодочку, в тёмную ночь положили в неё сонного мальчика и пустили в открытое море. На ту пору вылетел из клетки соловей вещун, прилетел в лодочку и сел мальчику на плечо. Вот плывёт лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про всё и обещал держать и любить его как родного сына. На другой день, говорит мальчик новому отцу, соловей день напевает, что подымется буря, поломает мачты, прервёт паруса, надо поворотить в становище. Но корабельщик не послушался и впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит, соловейде напевает, что навстречу идут двенадцать кораблей, всё разбойничьих, в Аполлон нас возьмут. На тот раз корабельщик послушался, поворотил к острову и видел, как те двенадцать кораблей, всё разбойничьих, пробежали мимо. Выждал корабельщик, сколько надобно, и поплыл дальше. Немало-немного прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынску. А у здешнего короля уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с воронихою и воронёнком. Ни днём, ни ночью никому покоя не дают. Уж чего не делали, чего не придумывали, а прогнать их прочь не могли никакими хитростями. И приказано было от короля прибить на всех перекрёстках и пристанях такову грамоту. Ежели кто сумеет отогнать от дворцовых окон ворона с воронихою, тому король отдаст в награду полцарства своего и меньшую королевну в жёны. А кто возьмётся за такое дело и дело не сделает, тому отрублена будет голова. Много было охотников породниться с королём, да все головы свои под топор положили. Узнал про то Вася, стал проситься у корабельщика. Позволь пойти к королю отогнать ворона с воронихою. Сколько не уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. Ну, ступай, говорит, да если что недоброе случится, на себя пеняй. Пришёл Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле которого вороньё летало. Послушал птичьего крику и говорит королю. Ваше величество, сами видите, что летают здесь трое. Ворон, жена его ворониха и сын их, воронёнок. Ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше величество, скажите, кому принадлежит сын? Король говорит, отцу. Только изрёк король это слово, ворон с воронёнком полетели вправо, а ворониха влево. После того король взял мальчика к себе, и жил он при нём в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом, женился на королевне и взял в приданное пол царства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать. В одном городе остановился он ночевать. Переночевал, встал поутру и велит, чтоб подали ему умываться. Хозяин принёс ему воды, а хозяйка подала полотенце. Поразговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и мать. Заплакал от радости и упал к их ногам родительским, а после взял их с собой в город Хвалынск и стали они все вместе жить, поживать да добра наживать.